Когда вы кого-то слушаете, уважаемый коллега, то крайне желательно перед этим помыть уши. Иначе информация доходит до мозга не вся и в сильно искаженном виде. Конечно, мы хотим, чтобы был кто-то новенький. Но вы назовите нормального, а мы посмотрим. Я считаю, что Путин лучше этой альтернативы. При всех моих симпатиях. В чем взятки-то давать, если наличные отменить? Что происходит с рублем, когда курс рубля определяется человеком, который является мадам девальвацией? Рубль укрепляется и будет укрепляться дальше. На самом деле, про химтрейлы я не имею никакой информации. Но когда мне присылают фотографии, обычно это просто следы инверсионные после самолета. Следующие вопросы будут от наших подписчиков. Давненько мы не отвечали на их вопросы. Давненько мы их не баловали. Да. Первые вопросы политического спектра. Собирается ли партия «Справедливая Россия» кроме частных проблем как-то конкурировать с действующей властью? Или и правда, как сказал Володин, получаете средства в ином размере и не надо тут выкаблучиваться? Собирается ли «Справедливая Россия» брать власть? «Справедливая Россия» не собирается заниматься антиконституционными действиями. Мы принципиально не нарушаем действующего законодательства. И мы не пытаемся совершить уголовные преступления. Ну, грубо говоря, свержения власти. Мы партия легальная, мы законов не нарушим. Соответственно, для нас вопрос о взятии власти связан с выборами. Но вот сейчас в Москве будут муниципальные выборы этой осени. Ну, вот посмотрим. Там очень хорошие люди возглавляют. Московскую организацию возглавляют. Подготовка к избирательной кампании. Посмотрим. Судя по всему, они интенсивно работают. Почему Делягин против красного флага вместо трехцветного? Как он тогда называет себя коммунистом? Дело в том, что когда вы кого-то слушаете, уважаемый коллега, то крайне желательно перед этим помыть уши. Иначе информация доходит до мозга не вся. И в сильно искаженном виде. Значит, я за красный флаг. Я просто напоминаю, сильно забывчиво, что красный флаг – это флаг не Российской Федерации. Это флаг Советского Союза. И красный флаг должен быть флагом Советского Союза, когда мы перейдем к интеграции. При этом страны, которые будут объединяться в Советский Союз, по крайней мере, на первом этапе свою национальную символику должны сохранять. Ну, может быть, кроме Украины. Понятно, потому что нынешний украинский флаг стал символом фашизма, а не Украины. Поэтому нынешний российский флаг освещён подвигом крови в первой чеченской, во второй чеченской, в грузинской, в сирийской и в нынешнюю украинской войне. И в некотором количестве других конфликтов, в котором наши войска участие принимали, оно, так сказать, не вполне официально. Поэтому этот флаг уже является флагом Российской Федерации. То есть это не только тот власовский триколор или флаг торгового флота? Он никогда не был власовским триколором. Действительно, власовцы его старались поднимать, и они к нему испытывали симпатию, но немцы их за это наказывали довольно жестоко. Это флаг торгового флота. Некоторое время, до Николая Первого, не помню, в кого, он был флагом Российской империи, потом перестал быть, потом флагом стал флаг императорской семьи. Великую Отечественную войну 1812 года мы выиграли именно под этим флагом как государственным. Так что то, что какие-то, так сказать, запутавшиеся люди, во многом и подонки, его к нему в свое время симпатизировали во время войны, потому что власовщина, на самом деле, это было предательством и изменой Родине руководством. А со стороны людей, которые, ну, просто, что называется, предпочли предательство смерти, да, рядовых, ну, так сказать, они и к нашим перебегали, старались издаваться, старались и все остальное. Вот, то есть это не только предательство, это трагедия. К этому нужно так относиться, на мой взгляд. Не забывай, что это предательство, но и это трагедия тоже. Вот, там кто-то из раскулаченных и прочих. Поэтому вот этот вот исторический эпизод, связанный с Великой Отечественной войной, да, он ближе всех к нам, да, он нас печет, но разговор о том, что именно вот этот вот власовский флаг кидали к подножьему узле, это не так, потому что в власовцах не было таких флагов. И там пару раз их поднимали за всю свою стоимость. Следующие два вопроса связаны с президентом. Михаил Геннадьевич до сих пор верит в то, что альтернативы Путину на данный момент нет. Почему справедливая Россия никогда не выдвигала кандидатов в президенты? Значит, если есть альтернатива, пожалуйста, назовите. Ну, просто назовите. Стрелкова, Квачкова, Латошкина, который с клочника со всеми подсорился. Ну, коллеги, ну, просто вот, ребят, вот я не буду назвать, я знаю альтернативу, но я не буду называть человека, потому что там с Зиничем уже случилось неприятно. Ладно, мне потом на ушко скажете. Вот, но я считаю, что Путин лучше этой альтернативы. При всех моих симпатиях. Просто лучше. А что касается того, что справедливая Россия не выдвигала альтернативу, у нас достаточно специфичен электорат. Если электорат КПРФ говорит, что да, мы против власти, давайте все изменим, то у социал-демократической партии справедливой России вы будете смеяться со социал-демократической электоратом. Это люди, которые говорят, так, ребят, ну, конечно, 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 мы хотим, чтобы был кто-то новенький. Но вы назовите нормального, а мы посмотрим. И когда этим людям на всяких фокус-группах говорит, а вот такой-то. Нет, нет, с нашей точки зрения, даже Путин лучше, чем такого-то. А вот этот. Нет, Путин тоже лучше. Так что видите, в данном случае мы идем за электоратом. Хорошая мысль. Я, кстати, сейчас, наверное, проведу свеженькие опросы на Ютубе и в Телеграме. Если свеженький опросик в Ютубе и в Телеграме, вам караул выберут первым. Вот это вот интересно. Это будет показательно, насколько у людей, вот как работает мышление. А Кадыров будет третий. А вы не смейтесь, а вы проведите. А вы проведите. Для меня, конечно, это большое горе, что у нас оппозиция, вся самая честная и конструктивная, не может родить хотя бы одного достойного кандидата, что мы могли бы сказать, вот готовый президент. Пожалуйста, поймите, что президент – это определенная специфическая работа. То есть не имея опыта государственной службы, президентом быть не можете. Теоретически не можете. А это уже вывозит возможные кандидатуры из поля зрения оппозиции. Ну вот я считал, что Зиничев был бы идеальным приемлем. Вот, начальник МЧС там. Немножко я про него знаю. Вот. Ну и, судя по всему, не я один так считал. Из Зиничева нет. В Московской области, Ленинского района, Всероссийский селекционно-технологический институт в городе Видное навсегда может лишиться своих полей и садов. Там хотят застроить человейники. Ну да. У нас же под импортозамещение, нам министр экономического развития приезжал и объяснял, что представление об импортозамещении, что мы замещаем импорт российским производством, они устарели. И в понятие импортозамещения входит, например, замена импорта из Европы импортом из Китая. Ну зачем нам при таких подходах собственные семена? Зачем нам собственные племенные линии животных? У нас не только происходит уничтожение семенного фонда, у нас, например, происходит уничтожение племенного поголовья кур. Мы сократили в полтора раза, при росте цен вдвое на все, нас сократили в полтора раза расходы на содержание кур, и мы можем потерять кур, который, скажем, несут яйцо по 70 грамм. То есть очень большое яйцо, не струсиное, но по 70 грамм все равно. Вывели при советской власти такую породу, мы его сейчас можем легко потерять. И никого это не интересует. Минсельхоз, этот патрушев, все в порядке, зачем нам что-то иметь свое? Главное это агрохолдинги, главное это агроолигархи. То, что мы даже для бройлеров, закупаем, яйцо, кстати, в Турции закупаем. А это никого не волнует. Это вообще, вот эти одичалы, вот для них реальности не существует. Вообще история про эти поля и сады, она довольно известная. Мне кажется, еще месяца два назад я упоминал о ней в одном из своих роликов. Дорогие друзья, если вы сталкиваетесь с подобной информацией, и вот она только-только зарождается, обязательно пишите Михаилу Делягину, мне пишите на почту, специальная под каждым роликом указана почта для депутатских запросов. Присылайте, где, кто. Может быть, вы уже собирали подписи, приложите их тоже к обращению. Если есть возможность, мы, конечно, подадим депутатский запрос. Вот, то есть, здесь нужно не просто разговаривать, здесь нужно действовать в юридической плоскости в том числе. Знают ли депутаты о том, что в станице Полтавска и Краснодарского края, где выращивают 60-40 процентов, кто-то говорит 60, кто-то говорит 40 процентов риса, огромная свалка, и что с нее текут фильтраты, которые попадают потом в рис, и мы этот рис едим? Я про это ничего не знаю, если честно. Напишите мне, пожалуйста, электронную приемную на сайте Газдумы, и, так сказать, я оформлю соответствующий запрос. Но я не сомневаюсь, что власти Краснодарского края считают, что это хорошо и правильно, и так и должно быть. Потому что бизнес на свалке более выгоден, чем бизнес на рис. Вообще, Михаил Игнатьевич, чтобы доказать в дальнейшем, что рис на самом деле отравленный, это же надо будет его изымать в итоге с полок магазинов, это же какие будут ущербы для торговых сетей, для тех, кто... Что вы можете изъесть с полок магазинов, если это торговая сеть, которая зарегистрирована в офшоре, которая реально принадлежит власть России? Что вы можете изъесть с ее полки? Изъять того, что можете... То есть даже если мы выясним, что в рисе зашкаливает содержание ртути... Вы не выясните это, вы это не выясните. Вы изымите в полке, но когда вы с официальной проверкой поедете до лаборатории, вы просто не доедете до этой лаборатории, и все. А с милицией арестуют, как агента СБУ, или что быть в этом духе. Впрочем, по моему поводу стоял единороссовский плакат у Государственной Думы неделю, что я про американский политик шел... Ну, так это вы под депутатской еще не прикосновенностью. Да, это стояло, потому что я смеялся высказаться против Набиулины. Не против господ Хасиса и компании, которые там уже на запад убежали, а всего лишь против жалко Набиулины. Ну, на фоне их влияния, влияние Набиулины небольшое. А здесь вы не доедете, вы, так сказать, в тюрьму сядете за это. Вы что? На канале День ТВ выступал Делягин, рядом был Катасонов, просит дополнительно рассказать про финансистов и промышленников в глобальном масштабе. Скажите нам, как устроен мир, желательно за одну минуту. Значит, в рыночной экономике есть две основные группировки, которые воюют друг с другом. Еще до капитализма оформились. Капитал реального сектора и финансовый спекулятивный капитал. Капитал реального сектора бывает разный, бывает, например, торговый. То есть в древности, при раннем феодализме, при владельческом обществе рыночные отношения уже были. И капитал реального сектора это были купцы, ну и латифундисты, понятно. Где были эти фунтики. Спекулятивный капитал, это были менялы. И то, что иногда купцы были менялами одновременно, дело не меняет. Вопрос, чем вы занимаетесь в большей степени. Капитал реального сектора заинтересован в как можно больших масштабах политической власти, заинтересован в империях. Потому что он заинтересован в стабильности. Ему нужна стабильность. То есть неважно, вы возите товары или вы строите заводы. В данном случае разницы в принципе нет. А нужна стабильность, значит, нужны большие пространства под одной властью. Неважно под какой. Хороший, плохой. Договоримся, разберемся. А финансовым спекулянтам нужно строго противоположное. Нужна нестабильность, потому что они зарабатывают на колебаниях. Хоть это колебания биржи или колебания, так сказать, афинской монеты к спартанской валюте. Это не критично. Поэтому они заинтересованы как можно меньше государств по размеру. Потому что большую империю контролировать деньгами нельзя, а маленькое государство контролировать деньгами снаружи можно. Это их борьба, это вся история. Это борьба двух группиров. Скажем, когда в XII веке в Европе банкирские дома финансировали рыцарей, которые воевали друг с другом. Причем один и тот же банкирский дом разжигал конфликт между двумя феодалами и финансировал обоих. Это было нормальное явление сплошь и рядом. В чем мы удивляемся аналогичной картине со Второй мировой войной. В чем мы удивляемся? Что американцы накачали Германию и создали в Германии индустрию? Ровно тот же принцип и есть. Тот же самый. Вот. И сейчас дополнилось третьим капиталом. Капиталом социальных сетей. Потому что рыночные отношения заканчиваются. Они отпочковываются сейчас от финансово-спекулятивных капиталов. Но их интересы противоположны интересам финансовых спекулянтов и общие с интересами капитала реального сектора. Потому что они заинтересованы в максимальной стабильности, в максимальных масштабах, чтобы люди жили в матрице в электронном концлагере. Для этого нужна стабильность. Для того, чтобы их туда погрузить, нужна нестабильность. Поэтому ситуативные союзники с финансовыми спекулянтами, а стратегические союзники с капиталом реального сектора. Вот. И собственно, ближайшие 10 лет, которые уже идут пару лет. Это как раз новая эра, когда на первом этапе этой эры ее содержание будет истребление финансовых спекулянтов. Точка. А насколько эти самыми группировки, фракции глобальные, они себя осознают? Или вот они просто мыслят, так, у нас социальная сеть, чем больше у нас будет пользователей, тем больше мы будем зарабатывать? Финансовые спекулянты осознают себя очень хорошо, потому что, когда Романовы пытались договориться с Ротшидами и пытались им, так сказать, ребят, ну мы к евреям будем относиться получше, не воюйте с нами. Они не встречали никакого, так сказать, отклика, и еврейские погромы, в общем-то, отчасти инспирировались снаружи. И они были не совсем еврейские. Скажем, в Кишиневский погром, там половина пострадавших было евреи, а половина, простите, семинаристы православные, о чем сейчас тактично умалчиваются, потому что мочили, что называется, гнилую интеллиенцию как таковую, не разбираясь даже, не то, что в национальной принадлежности, не разбираясь даже в вероисповедании. Вот. Так что финансовые спекулянты себя понимают очень хорошо, ВПК себя понимают очень хорошо, реальный сектор себя понимает удовлетворительно, но капитал социальных платформ, так сказать, становящийся капитал. Фейсбук и Гугл понимают себя очень хорошо, а Яндекс или там ВКонтакте как малышки они себя не понимают вообще. Так, хорошо. В мире назревает экономический кризис, выход для страны своя производящая экономика, все от гвоздей до высокотехнологичной продукции, в чем у России есть большой потенциал, что вот мы можем вот взять и лучше всех производить, чтобы у нас еще и покупали из других государств на экспорт. Коллеги, вы ЕГЭ сначала отмените, вы сначала нормализуете школу, и через 10 лет мы посмотрим, что мы производим лучше всего. Ну, посмотрим. И мы удивимся очень сильно набору того, что мы производим лучше всего. Потому что русская культура ориентирована на это не монотонную культуру, как китайская, как ирригационная. У нас культура артельная, то есть мы очень хорошо делаем сложные изделия. Что такое был токарь, слесарь, физировщик 6-го разряда? Это были люди, которые обеспечивали точность на порядок большего, чем то, которую давал соответствующий станок. Почему наши многие изделия не может воспроизвести Запад, даже получив не только чертежи, но и инженеры. Ну, то есть представьте себе, что у вас есть линеечка, на этой линеечке есть сантиметры и миллиметры. И вот вы можете не только миллиметры, ну, например, полмиллиметра отмерить, четверть миллиметра. И вы спокойно и рутинно и каждый день отмеряете одну десятую миллиметра, потому что на порядок более точно. И вы при этом не ошибаетесь. Вот эти вещи, это уникальная русская культура, это будет наша специализация, но для этого, извините, сначала нужно нормализоваться. Сначала нужно привести систему управления в соответствии со своей культурой. Потому что грабеж это не наша культура. Что бы там ни писал товарищ Аверченко 110 лет назад, взятка это не русский национальный. Мы не будем обижать другие районы, как было сказано в фильме «Кавказская пленница», указывая пальцем. Сформулируем так, взятка это не русский национальный. Так, хорошо. Какая государственная организация может провести проверку и установить нарушения при установке площадки для экстремальных видов спорта, скейтбординг, в сквере рядом с дорожками и скамейками для прогулок стариков и детей, рядом с детской площадкой, рядом с жилыми домами? Роспотребнадзор. Точка. Понимаете, несмотря на зверство, которое осуществляла эта компания, Роспотребнадзор имеет такие реальные функции. Так что, пожалуйста. Кстати говоря, отравленный рис свинцом и ртутью, это тоже их ответственность вообще-то. Ну, слушайте, говорить про ответственность Роспотребнадзора после того, что они учинили немножко смешно, это их сфера. Это их поляна. Да, да, да. Почему фрукты нам не поставляют из Абхазии? У них 50% просто гниет, ведь у них очень вкусные мандарины, апельсины, груши. Потому что, извините, абхазское лобби в России сильно слабее турецкого, азербайджанского и даже среднеазиатского. Вот и все. Ну, учитывая, что у нас в некоторых городах, например, на славянских продавцов фруктов налетают с кулаками представители Средней Азии, в Самаре была известная ситуация три недели назад. В Самаре была ситуация, когда славянских продавцов фруктов не посадили за экстремизм. В Самаре вообще была уникальная ситуация, когда даже попытались наказать этих бандитов. Даже двоих из них нашли. Троих. А обычно, когда славянский продавец фруктов пытается защититься, 282-я статья, если я правильно понимаю, за разжиганием межнациональной розни вперед. О мерах финансовой поддержки населения, индексации пенсий, пособие на величину реальной инфляции, об антимонопольной деятельности государства. В общем, антикризисные меры в интересах населения. Что по поводу индексации слышно? По-моему, индексация пенсии на 8,6% прошла. Просто на фоне роста цен, я знаю, на сколько, полтора раза, ее никто не заметил. Она должна была пройти в апреле месяце. Или в мае, не помню. В мае еще должны раздать очередные путинские 10 тысяч или там от 6 до 12 тысяч тем, кто имеет детей и живет при этом в крайней нищете. Кому-то 12, кому-то 6, кому-то ничего. В среднем 6150 рублей, я видел расчеты, на одного ребенка получат наши семьи. Одноразово? Да. Будет ли отмена наличных денег в России? Нет. В чем взятки давать, если наличные отменить? Ну, у нас же теперь система посейдон, контроль всего. Давайте посмотрим, когда система заработает. как мы должны понять, что она реально работает? Кого должны посадить, чтобы мы поверили, что да, начали сопоставлять? Должен сесть десяток, минимум десяток людей на уровне руководителей региональных органов федеральной власти или начальников департаментов в министерстве. Вот десяток сил, окей, ок. Потому что вот на фоне, например, скандалов с дефицитом лекарств. Причем десяток не за год, а десяток грубо за месяц. Ждем, как говорится. Я допускаю, что она будет работать неофициально и не публично. Это я допускаю. Но все равно люди будут уходить со своей должности, об этом все равно будет сообщаться как-то, и так далее. Вообще это странно. Народу как раз нужны такие новости, чтобы мы поверили наконец-то, что началась борьба с корруппой. Это кто? Это я. Я и вот мои подписчики. Понятно. Напоминаю мою любимую английскую поговорку. Очень ярко характеризует демократию не только в Великобритании. Средневековая поговорка. Если простому человеку что-то не нравится, он может согревать во рту дождевых червей перед рубалкой. Если бы что-то делалось в интересах народов, мы бы видели ограничение произвола монополий с демонстративным возвращением цен на место. Мы бы видели аудит системы ЖКХ с демонстративным снижением тарифов. Мы видели бы отмену бордюринга в городе Героя Москва или Москва-бази, наверное, так правильно его называть уже давно. Мы видели бы ограничение на стае гастарбайтеров или хотя бы ограничение на стае бродячих собак, которые рвут детей на части во славу распила бабла на самом деле. Все эти деньги, которые выделяются на приюты, на стерилизацию, это просто распил бабла и ничего больше. Это коррупция в чистом виде. И Единая Россия знает это лучше нас с вами. Мы видели бы возвращение на место пенсионного возраста. Мы видели бы гарантию гражданам России права на жизнь. Если бы мнение народа России интересовало власти России, мы бы это видели. Все, что я сейчас описываю, это несложно. Все, что я сейчас описываю, требует минимальных законодательных корректировок. Минимальных, которые Госдум принимает в один день в трех чтениях, на следующий день принимает Совет Федерации, послезавтра президент подписывает и за три дня они вступают в силу. Не очень быстро, но вступают. На сколько раз по три дня прошло с начала спецоперации? Раз двадцать уже. А то и больше. Очень волнует вопрос, почему у наших соотечественников за рубежом отжимают яхты и виллы, а у нас в стране до сих пор зарубежные топ-менеджеры получают огромные доходы от госкомпаний и корпораций. Почему мы не вводим санкции против них, не лишаем их благ? И второй вопрос, почему за рубли только газ? А как же все остальное? Тоже за рубли? Ну, за рубли только газ вопрос дискуссионный. Там Европа до сих пор обсуждает переходить, не переходить, когда вроде все сроки истекли больше месяца назад. Но они все еще думают, так что они уже не перешли. А что касается, значит, почему только газ? Ну так и газ не могут обеспечить, простите, пожалуйста. Если вы позоритесь, то гораздо проще позориться по газу, чем по всему кругу товаров вообще. Что касается, почему российский бизнес на Западе грабят, а иностранный бизнес, западный бизнес в России чувствуют себя прекрасно, то так мои любимые стихи товарища Некрасова. Люди холопского звания, сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милее господа. Я думаю, что это про нынешнюю российскую тусовочку сказано очень, очень убедительно. И господа в данном случае Запад? Конечно, конечно. Кто же еще? В военный институт не опасно сына отправлять? Нужно ли вообще получать высшее образование в условиях того, что сейчас происходит? Высшее образование получать необходимо. Я бы, конечно, предпочел инженерное, но мои дети пока думают по-другому. Вот что касается военного института, ну не опасно, просто убить мог. Я как педагог, я бы добавил, что если человек готов учиться, то, конечно, ему надо учиться. Если он будет штаны просиживать, то... Нет, если он будет просиживать штаны, то, конечно, нет, но просто учеба сама по себе децепленирует людей и ставит голову на место. То есть он может начать учиться там к четвертому курсу. Это будет полезно, это будет хорошо. А к третьему? Пора ли уезжать в село из города, чтобы выжить? А вы попробуйте. Встаньте на зорьке в пять утра, коровку подоите. Ну тут человек имеет в виду продать квартиру, порвать все связи, уволиться с работы. А жить вы в селе за счет чего будете? Вас в селе лечить кто будет? Ну, допустим, семьи у вас нет, у нас может завестись, ваших детей кто будет лечить в деревню. Простите. Наши люди просто так бегут из деревни в городах. Если вы едете общиной, коллективом, то это другой разгон. Но люди, которые едут общиной и коллективом, они, как правило, вопрос их не задают, они собираются и едут. Поднимется ли в течение года курс доллара? Да. А может быть, будет все-таки 50 рублей за доллар? Нет, может и 50, хотя я думаю, что ниже 55 не упадет, а скорее всего и выше будет, но он какое-то время еще будет укрепляться, а дальше пойдет на веру. Ну, Набиулина во власти, что вы хотите? Понимаете, Набиулина это строго определенная политика, политика девальвации. Мадам не брошкина, это мадам девальвации. Точка. Мадам девальвации. Вопросы есть? Что происходит с рублем, когда курс рубля определяется человеком, который является мадам девальвации? Рубль укрепляется и будет укрепляться дальше. Последняя тема, которая на самом деле многих волнует, интересует, конспирологическая, и тем не менее, может быть, нам бы удалось поставить в ней наконец-то какую-то точку, хотя бы точку с запятой. Хотелось бы узнать, сколько будут еще травить распылениями самолетов. Нахожусь в Нижегородской области на границе с Саранском. Редкий день бывает чистое небо. Это не облака, а именно распыления. Они выше облаков, и даже когда ветер быстро уносит облака, эта полосатая муть стоит практически целыми днями. То есть, как оно может травить, если оно на землю не опускается? Ну, логика, конечно, здесь интересная. Люди жалуются на плохое самочувствие, болеют, в горле першито дыхание у кого слабые легкие, становится тяжелым, постоянная слабость, налицо явное отравление. Это не что иное, как один из инструментов подавления и уничтожения людей. Доколе депутаты будут деликатно обходить эту тему стороной? Знаете, к сожалению, есть такая штука, как технический прогресс. Значит, я на самом деле про химтрейлы я не имею никакой информации. Более того, директор ЦРУ признал, что ЦРУ использует химтрейлы в Америке и распыляет в больших количествах. Официально эта программа по противодействию глобальному потеплению, в реальности, я думаю, еще кое-какие программы используются, какие-то цели преследуются. Есть ли это у нас, я не знаю. Но когда мне присылают фотографии, обычно это просто следы инверсионные после самолета. Действительно, иногда они очень широкие, они необычные, скажем, для меня, воспитанного на советской технике, но я обращаю внимание на то, что технический прогресс за пределами России продолжается, и современные двигатели, они имеют немножко другие инверсионные следы, чем те, которые мы привыкли видеть в конце 80-х годов. Попробуйте найти в интернете ролик «Наши перехватывают самолет-разведчик у Крыма, берегов Крыма, американский». Ну, в нейтральных водах, значит, там наши истребители подходят, его, так сказать, отодвигают, демонстрируют и все остальное. Что характерно? Показывает самолет-разведчик. За ним такой инверсионный след, как вот при автополиве бывает такое. То есть просто на полнеба. На полнеба этот инверсионный. Вы представьте, что самолет-разведчик занимается попутно распылением химтрейлов, я не могу. Задача самолета-разведчика – это минимальная видимость. То есть это такие современные двигатели. Точка. Если вы считаете, что вы чем-то отравлены, едете в Нижний Новгород. По-моему, «Гема Хелп» у них такая очень качественная в Нижнем Новгороде. система сдачи анализа крови. И да, вас там обзерут как липку, потому что это дорого. Берете полный анализ своей крови на всю-всю-всю химию, на все-все-все гадости и смотрите. Потому что насчет того, что люди себя плохо чувствуют, вы знаете, вы новости послушаете с Украины. Да? Вам станет плохо просто по факту того, что вы их прослушаете. Вы представите себе, как это выглядит. Сейчас весна, то есть все аллергики в ауте. Я сейчас сижу и думаю, у меня там одна нерусская телекомпания взяла у меня интервью, а я, значит, половину интервью делаю вот так. А я думаю, представляете, сидит от Государственной Думы в кадре рассказывает просто, значит, борьбу с иноагентами. телек. И ведь покажут же, гады. Потому что меня никто не тратит, аллергия. Дорогие друзья, это был Михаил Делягин. Высказывайтесь в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь. Спасибо большое, Михаил Делягинович. Не надо, Михаил Делягинович, держитесь. Ну, как скажется, иногда удается преодолеть. Все, Михаил Делягинович. А ведь зрители скажут, вот они какие, москвичи, их травят химтрейлами и не терпят. Ребят, нас не химтрейлами травят, нас солью травят. Потому что всю зиму поливали дикую дрянь. В прошлом году эту дрянь сменили. У меня возникла аллергия на эту дрянь. Вот, в прошлом году дрянь сменили и все, и привет, и понеслась. Вот это не на листья, это на соль, которая за год накопилась, за год осела, и сейчас она смывается. С дождями, с поливом и все совсем остальное. Вот, счастливо, всего доброго. Берегите себя и своих близких и следите за здоровьем. Когда чихайте на своих близких поменьше. Да будет так. Серьезно, серьезно, я начал чихать, передавайте звукооператор, я говорю, вы на ушки снимаете, вы что, на ушки снимаете, он снимает, я чихаю. Но когда я чихаю, я аллергик, я чихаю, передавайте, когда кто-нибудь едет на велосипеде, он обычно падает. Звук. Спасибо, что перед нами вы сдержались. Дорогие друзья, это были моменты интервью, которые обычно остаются за кадром. står на велосипеде, приятных в коробок. Да, пока. Продолжение следует... Продолжение следует...